Всем привет! Это Мишаман и в сегодняшнем ролике мы разберемся, почему он смертный на бессмертном билде. И люди, которые подписались на Boosty tier 2 и выше, получат это видео в раннем доступе. Так что, если вы хотите тоже видеть видосы в раннем доступе, то подписывайтесь на Boosty и наслаждайтесь контентом. Спасибо огромное за то, что поддерживаете меня и мой канал таким образом. А в данном ролике мы будем обсуждать некоторый игровой момент, который случился не с моим персонажем, а с персонажем другого, не малоизвестного игрока. Все вы узнаете, я это Ламыч. И сама идея этого ролика возникла в тот момент, когда я сидел на фоне, смотрел разные видосы Попоя, пока занимался другими вещами. И наткнулся на это видео. А видео называется, ну это нарезка, называется «Почему я смертный на бессмертном билде? 260 тысяч ЕХП и меня ваншотнуло». Вот. И что же здесь произошло? Давайте посмотрим непосредственно сам момент, который многих заинтересовал. Это Т-16 Кримзон Тэмпл. Довольно крепкий, почти бессмертный персонаж РФ Дед. Я сам сейчас играю таким персонажем, только в более ХЦ варианте. И его сдувает буквально за пару секунд. Скорее всего в этом виноваты битрейлы, как можно заметить. Но давайте же разберемся. Конечно же, похоже на какой-то баг, потому что не может такой бессмертный персонаж вдруг оказаться весьма смертным. Либо же это какое-то весьма хитрое стечение обстоятельств, которое привело данного персонажа к гибели. К счастью, персонаж на софте. И это ничего, кроме как 10% экспы и, возможно, некоторого количества нервов не потратило. Но давайте попробуем разобраться, все-таки баг это или оно так всегда было и будет. Что вообще тут произошло? Для начала посмотрим снова весь эпизод целиком. Пытаемся разобраться, какая именно атака или какой именно мобчик нанес так много урона. Был это ваншот или это было не ваншотно? Или это было несколько много ударов? Видно, что была одна мощная тычка, которая снесла 4К ХП примерно. А потом его добили другой тычкой. То есть, скорее всего, ну то есть это уже не ваншот, это несколько ударов. Это первый момент. Во-вторых, понятно, что в этом замешаны битрейлы. А именно здесь у нас находится изначально Йорген, потом Гравишиус, тут по логу видно. И Ваджин, о чем можно смотреть по модельке, но он потом еще на него наводит, на самом деле. Тут тоже видно всех этих ребяток, участников происшествия, участников ДТП, так сказать. При этом, что у нас было на самой карте, да, смотрим. Т-16, Default Cathedral. Из дэмэдж-модов всего лишь один дэмэдж-мод на самой карте. Это Physical as Extra Lightning, 131%. Действительно, это единственный дэмэдж-мод на карте, но есть нюанс, который заключается в том, что тут еще были секстанты. И в частности, здесь было два секстанта, которые добавляют один Fire монстров на карту, а другой физических монстров на карту. И тут первый момент, в котором многие либо не знают, либо не помнят, что когда вы ролитесь в такие секстанты, вы кроме дополнительных монстров получаете еще отрицательный мод, который увеличивает входящий по вам урон. В частности, для Fire монстров вы получаете 12% больше урона огнем, а для физических монстров вы получаете 12% больше урона физой. То есть, правильнее будет считать, что на этой карте было все-таки 3 дэмэдж-мода, а не 1. Поскольку секстанты довольно сильно решают, поскольку вот эти вещи, они применяются мультипликативно, то есть, они домножаются на весь остальной урон фактически. А это не мало, то есть, это 24% more damage, если так условно судить. Ну и что ж, то есть, мы разобрались, что дело, скорее всего, как бы в Гравишуэсе. Убедимся в этом, в замедленном виде. Для этого воспользуюсь магией замедления времени на ютубе. Смотрим. Вот у нас наверху Йорген. Что-то там руками машет, что-то делает, не попадает. Странует какой-то фигней. Вот у нас вылезает Гравишуэс и Ваджин. Вот, смотрим на Гравишуэс. Пока у нас хп полное. Гравишуэс замахивается, вот у него пушка видна. Он замахнулся, вот он пуляет и попадает. Еще раз. Гравишуэс замахивается, пуляет, попадает. То есть, это 100% был он. Бим, бам. Потом уже Ваджин добивает. Ну, основной интерес представляет именно урон, который нанес сам Гравишуэс. Мы видим, что после его тычки у нас осталось 960 хп. Ну, то есть, у нас фактически он нанес порядка 4000 с чем-то урона. Ну, короче, 4000 урона, плюс-минус. Понятное дело, что прям точно тут уж не посчитаешь. Стоит обратить внимание, что после этой тычки на персонажа повис поджог. Это тоже довольно важно. То есть, возможно, это был крит. Возможно, у него есть какие-то обилки, которые поджигают. С этим мы сейчас как раз и разберемся. Возможно ли это, что рядовой Гравишуэс, какой-то мобяра, мобчик, мобиус с карты может нанести столько урона? Или это вообще, это баг или фича, или что это? Или так всегда было? Давайте разберемся. Для этого мы перейдем на страничку по АДБ Гравишуэса. И посмотрим, что скрывает этот безумный Синдикатовец. Что он вообще умеет? Он у нас умеет наносить автоатаки. С виду это не автоатака. Он у нас умеет, кроме всего прочего, наносить, пулять метеор. Но это не похоже на метеор. Когда он делает метеор, он поднимает руку вверх. И там постепенно появляются войд-зоны. Сверху падают метеоры. Этого ничего не было. Все произошло почти мгновенно. И у нас остается две обилки. Это Виапон Троу и Комбо Слэм. И та и другая обилка наносит урон базовой физой. Которая потом конвертится на 75% в огонь. Но тут есть такой интересный момент. Что вот этот Виапон Троу, он все время поджигает. А я напомню, персонажа подожгло после того, как ему попало на 4К. И плюс ко всему, это по анимации очень подходит. Потому что действительно, Гравишус замахивается и кидает. Но он нам это может сделать почти в упор, стоит сказать. Как это здесь примерно и произошло. То есть еще раз. Вот он вылез, замахнулся, кинул. Попал. Отличный бросок, Гравишус. Вот. Вопрос, может ли Гравишус нанести столько дэмэджа? Ну давайте посчитаем. Здесь у нас есть базовый физический урон. Дальше. Часть этого урона конвертится в огонь. Бернинг дэмэдж можно не учитывать, потому что реген дичайший на эрефе. И видно, что он не от дигена умер явно. Также у Гравишуса есть глобальный мод 140% дэмэджа. Все это мы должны скомбинировать с модами, которые у нас есть на карте, на которые мы уже посмотрели. И с теми защитными механиками, которые есть у персонажа. Для того, чтобы разобраться, что там у персонажа по защите. А у него все нормально по защите. У него все просто шикарно по защите, я бы даже сказал. Так, это не та поба. Вот эта поба. Вот данный персонаж. Эрефчос. У которого на данный момент почти 90 резов. Я подчекал по видосу. На тот момент было 83, судя по всему, макс реза. Что тоже очень и очень внушительно и много. То есть было не 89. В остальном же будем считать, что все было плюс-минус то же самое. Из полезных вещей, которые может подсказать нам поба. Это, как вы можете подумать сначала, ЕХП и физмакс хит? Нет. Это не то, куда мы будем смотреть. Потому что данные параметры, конечно, прекрасные. Но есть некоторые нюансы, в которых мы сейчас как раз и разбираемся. Вот. Мы будем смотреть сначала в окно с конфигом. Здесь я все настроил так, чтобы это соответствовало ситуации. На персонажа в момент попадания не было ни Молтеншелла. Давайте сейчас откроем момент прямо перед импактом, так сказать. Вот они вылезают. Нету ни Молтеншелла. Банки прожаты. Здесь у нас конфига. Банки сейчас мы прожмем. Бим. Вот. Банки прожаты. Все есть. Значит, армор 37К. Блок. Спеллблок с глансингом по 75. Резисты. Держим уме, что они 83. Все отлично. Более-менее понятно. Давайте теперь, пользуясь ПОБом, в том числе, попробуем посчитать, что у нас получается. Значит, чтобы удобнее было посчитать, чтобы это было более доступно. Я бахнул это в табличку, как обычно. Есть у нас базовый дэмэдж. Допустим, это был хайролл. Почему нет? Здесь 3784. Ну, типа, 3800. Просто, чтобы удобнее было. Могу написать 3780. Если вдруг кто-то захочет придраться. Что же дальше? У нас есть этот базовый урон. И мы сначала посчитаем, сколько урона мобчик сам может у нас нанести. У него есть конверт, 25% физу, 75% фаер. Значит, получается, он наносит 945 урона физой и 2835 фаером. За счет того, что на карте есть мод физикал из экстралайтник, у нас вот этот базовый физический урон, он умножается на вот этот физ из экстралайтник. И получается 4900 урона. Кроме этого, у нас есть моды секстантов. 12% физе и к фаеру это тоже more damage фактически, потому что это increase damage taken. И есть еще more damage самого гравишууса. Вот он, он работает на все модификаторы. Итого, суммарно, суммарно, всеми этими стихиями за один удар этот гравишуус наносит у нас примерно 22000 дэмэджа. Ну, это большая цифра, но до того, как у нас все были учтены, дефенсы. То есть это тот дэмэдж, который в нас летит. Без какого-либо поглощения, митигейшена и так далее. Теперь, зачем нам, собственно, поба? Затем, чтобы понять, какой у нас был физ дэмэдж редакшн. Мы посчитали, что у нас физой примерно 2500. Зная те дэфенсы, которые есть на персонажа, мы можем эти 2500 вбить сюда и увидеть, какой у нас был физ редакшн. Физа редакшн 84%. Пишем сюда 84. Вот. И дальше у нас есть еще по сведениям из видосика, опять же, 83 макс реза. А также есть руби фласка, которая на 20% снижает входящий урон огнем. Вот. Все это мы учитываем. И получается, что входящий урон у нас где-то 3500 дэмэджа. В принципе, похоже на правду. Конечно, чуть больше получилось в самом моменте. В принципе, это мог бы быть крит, да? То есть, смотрим, какой крит у данного товарища. То есть, могло выпустить вот эти 5%. И... И... Смотрим, где у нас крит-мультик. 1.3 крит-мультик на данном персонаже, опять же. Окей. То есть, у нас есть... У нас есть еще и крит-мультик 1.3. Это получается порядка 1000 экстра-дэмэджа. Но... Не забываем, что на данном танковом персонаже есть еще и крит-редакшн. У нас есть крит-редакшн с мастерей 30% less. Экстра-дэмэдж. И здесь еще 30%. То есть, 60% у нас будет уменьшение урона. Итого, получается порядка 4К у нас входящая тычка. Единственный момент, насчет которого я не очень уверен здесь. Это... Как именно рассчитывается крит-мультик. То есть, в принципе, базовый крит-мультик, он же 150%. То есть, вот эта штука, может быть, еще добавляется к... К тому мультику, который у нас уже есть. И в таком случае, здесь может быть что-то вроде такого. И тогда это совсем похоже на те цифры урона, которые получились в игре. То есть, судя по всему, что произошло, это действительно очень-очень интересное истечение обстоятельств. Что на карте с модом Gain Physical as Extra Lightning. Вот с этим модом. И с экстантами на Extra Phys'у и на Extra Fire. Заспаунился Gravishius, который скастанул обилку, которая наносит урон физой и фаером. За счет конверта она получает Extra Урон от всех этих модов. И несмотря на 75% спелл-блока, эта тычка прошла. И следующая тычка тоже прошла, несмотря на блок, спелл-блок. И при этом всем, возможно, вполне, это был еще и крит. То есть, действительно, несмотря на то, что билд реально супертонковый. Несмотря на то, что ЕХП в побе у нас высокая, там, больше 100 тысяч. И Physically Fire, и Cold, и Lightning, Heat Taken у нас зашкаливающе высокие. В игре случаются подобные стечения обстоятельств, что ты просто умираешь, если у тебя недостаточно вложений в Defense. То есть, несмотря на все-все вот эти, безусловно, грамотные и продуманные слои защиты персонажа, персонаж все равно может умереть на довольно простой карте. Вот, опять же, не стоит забывать про то, что могут быть моды с алтарей, которые мы здесь не учитываем. Возможно, не были, но, скорее всего, нет, если честно. Вот, и именно поэтому, если вы хотите играть на хардкоре, то, скорее всего, вы хотите, во-первых, больше вкладываться в Defense. Скорее всего, вы хотите не ставить один кластер, а еще больше Defense набирать с ветки. И так далее, и так далее. То есть, для софткора это безумно танковый персонаж. И даже для хардкора это достаточно танковый персонаж в большинстве случаев. Но, тем не менее, в данном случае, что можно было бы сделать, это, во-первых, при виде битрейлов, особенно на подобной карте, не ждать обычной молтаншенского ДТ, который был в кулдауне, а нажать вал молтан, этого бы, скорее всего, хватило, чтобы выжить. Во-вторых, это попытаться использовать не Glancing Blows Setup, а набирать чистый блок, потому что здесь, в этом билде, взят Glancing, который дает много шанса блокать. То есть, вполне возможно, не похоже, что эта тычка была заблокирована, но, вполне возможно, следующая была заблокирована, но она нанесла у нас все равно много урона, из-за того, что были битрейлы. Вот, и даже через Glancing пробила, как вариант. Как вариант. Но, может быть, просто две подряд не заблокировала, да. Вот, и если вы опираетесь в плане выживаемости вашего персонажа на блок, Spell Block, либо Dodge, либо любые подобные механики, которые позволяют вам полностью избежать урона, а не частично поглотить его, то в таком случае вы должны быть готовы, что рано или поздно ваш персонаж не заблокирует какую-то сильную атаку, либо их заклинание, и вам нужно будет ее как-то переживать. Здесь же, поскольку это, опять же, софт билд, то данного хитпула просто не хватило для того, чтобы это испытание выдержать. Вот, такой вот момент. То есть, билд действительно крутой и танковый. Сам с большим удовольствием сейчас скачаю его на хц с небольшими изменениями, ну, именно под хц вариант. Но, тем не менее, есть факторы, которые стоит учитывать, и которые могут показать вам, что ваш билд совсем не бессмертный. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если так, то не забывайте подписываться, комментить, ставить лайки. И всем удачного фарма в пое. Не забывайте заглядывать на прямые трансляции Twitch в соцсети и на Boosty, если хотите поддержать контент и канал. Это был Мишман. Пока.